Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 16 ноября, день Акепсима, назван в честь святых мучеников Акепсима Епископа Иосифа Пресвитера и Аефала Диакона. Акепсим, будучи уже 80 лет от роду, сохранил еще среди трудов силы совершать усиленные подвиги поста и молитвы, ревностно заботился о пастве. Персидский царь Сапор воздвиг великое гонение на христиан. Больше всех пылали яростью на христиан жрецы и волхвы, предавая их лютой смерти. Выше перечисленные святые были замучены до смерти от пыток. Этот день еще называют Днем Холодной Анны. Анна была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича от брака с греческой царевной. Анна должна была заключить брак с византийским принцем. Однако свадьба не состоялась, поскольку невеста решила посвятить себя служению Богу. У наших предков было распространено верование о том, что сегодня нечистая сила спускается на землю и смотрит, как живут люди. Также темные духи готовились к святочному разгулу. Посему в этот день стоило поберечься. Например, не рекомендовалось покидать дом без особой нужды, избегать людных мест, не стоило отправляться в дальнюю дорогу, а также ссориться друг с другом. Сегодняшний день больше всего подходил для снятия порча или злаза с человека, поэтому народ шел к знахарям, чтобы очиститься от скверны. Женщины брались за рукоделие, ткачество и прядение. За такой работой они проводили долгие вечера. С этого дня начинали лакомиться мороженными ягодами – мороженой, брусникой, клюквой. Из ягод готовили кисели, пироги и другие блюда, обладающие поливитаминными свойствами. Пекли блины и к ним подавали сладкое молоко, замороженное на улице – аналог современного мороженого. Его стругали ножом и подавали к столу. Приметы. Если в печи быстро прогорают дрова – это к буре. Если горят плохо – к теплой погоде. Облака низко плывут по небу – вскоре наступит настоящая зимняя стужа. Лед встал на реке – хорошему урожаю в следующем году. Если сегодня вечером ударил мороз, зима будет теплой и без существенных перепадов температур. Если использовать парфюмерные духи сегодня, то ни один темный дух не тронет. Если лунная ночь светлая – это к тихой морозной погоде. Сегодня на программе «Целебная кулинария» я хочу для наших друзей, чемпионов мира по фитнесу, сделать особый напиток, который, я считаю, будет и силу давать, и способствует набору веса, набору массы, восстановлению и вообще оздоровлению организма. И хочу их угостить, а они уже оценят. С удовольствием. Значит, в чем заключается фишка этого нашего напитка? Дело в том, что он целиком сырой. То есть все ферменты, которые имеются в этих продуктах, они будут живые. Далее мы всегда говорим о том, что нам нужны витамины группы В. Витамины группы В, к сожалению, допустим, больше там витамина С вот здесь у нас будет, здесь у нас в зелени будет. А вот витамины группы В, они имеются особенно много в проросшем зерне. И более того, они-то, они-то знают, что в проросшем зерне содержится витамин Е, который является антиоксидантом, что очень важно для нашего организма. Витамин молодости. Вот. И способствует набору мышечной массы. Безусловно. Так все витамины, которые прошли там какую-то обработку, они теряют свою активность. Здесь же он, он растет, он толкает зерно, чтобы оно росло. То есть и когда мы это будем съедать, он будет толкать наши мышцы на рост, рельефт и силу. Плюс он будет оздоравливать нас, как организм в целом, что еще важнее. Фактор роста. И самое интересное, вот можно сказать, ну это же все, это там каша какая-то, это крахмал, мы можем там зажиреть и так далее. Во время прорастания ферментами все здесь крахмал превращается в солодовый сахар. Представляете? Это уже больше растительный продукт. И мы его добавляем в блендер, одну ложечку, другую ложечку. Кстати, видите, как оно проросло? Да, да. Вот, видите? Вот. Маша, видишь? Да. Вот это самое-самое важное. И мы сюда, ну примерно грамм 100 положим. Так, есть. Далее мы это все соединяем еще с зеленью, чтобы это еще и зелень работала на нас. То есть была там клетчатка. Ну витамин С, как бы сказать. Витаминчик С, да. И теперь смотрите, очень интересно, это болгарский перец. Болгарский перец, оказывается, он содержит кремний, который нужен для того, причем биологически активный кремний, который нужен для того, чтобы сделать эластичными наши связки сосуды. У спортсменов из-за того, что они переедают творог, молочные продукты, в организме больше кальция. А кальций, знаете, что он делает? Он дает крепость нашему скелету. Основу, а еще помимо крепости, должна быть эластичность. И эластичность дает только кремний, не кальций, а кремний. И, кстати, определенная пропорция и кремний, и кальция в организме способствует тому, что все это гармонично у нас сочетается. И наши связки прочные, наши сосуды эластичные, и нет, знаете, во время, то давление расширилось, то давление, значит, уменьшилось, головные боли возникают, разрыв сосудов или еще что-то. Болгарский перец, да. К сожалению, сейчас не редкость. Далее я знаю, что Маша любит полноценные белки. Действительно, откуда взять полноценные белки? Их у нас тут все-таки нет. И мы тогда возьмем их из творожка. Прекрасный обезжиренный творожок, то, что нужно. 20-е лунные сутки. Энергетика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнение, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание, либо ходьба на ягодицах. 21 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделайте это сейчас в самое приятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч!